Вы, наверное, знаете, что в эти выходные был скандал с братом, один из депутатов «Слуги народа», Лео Герус, Гео Лерус, я никак не могу запомнить, как его зовут. Он опубликовал видео, где брат главы офиса, ну, просто сидит и торгуется, как можно устроить там каких-то людей, там, замминистрами, министрами, как можно устроить, как он говорит, красивая девочка, которая в теме, и так далее, и так далее. Видеодоказательство, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, а внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, привет из РФ, ну и, конечно, заработок на государстве. Мы говорим про киевскую мыть не сегодня. Не работали. Я вообще сюда шел, и мне говорили о том, что... Ну, там уже вопрос решенный. 45 миллионов, извините. Ну, я как бы деньги видел, но мне это очень нравится, эта сумма. Когда приедет брат, я поеду на банк, мы все обстоятельно переговорим. 45 миллионов мне не дают спокойно жить. Девочка есть, красивая. Она очень сильно хочет возглавить или ТРК Украина, или внешний экспоцентр. Если делать так красиво, или девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Я переговорил резюме? На меня дело. Да, да. Не то, чтобы эти разговоры были сильно новыми. Мы их видели при предыдущих каденциях и так далее. Но тут же мы надеялись, что все по-другому. Вот президент молчит. Мне кажется, что он должен был до вечера его просто уволить. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, точно так же, как и вы. Редный брат Ермака торгует посадами государственными в Киеве. А сам Ермак торгует на догоду Путину в Минске, легализовывая террористов. Если Зеленский не освобожден из Ермака, то Зеленский будет полностью продолжать за него отвечать. И Ермак для Зеленского перетворится, как свинарчук для Порошенко. Зеленский обязанно негайно освобождать Ермака. Они обещали, прозори правила, нову владу, нову країну. Так споведуйте те, что вы обещали. И выполните. Рек пройшло после выборов. Мы видим, что схемы, как все осталось, так и продолжают. На митнице контрабанда. У податковой конверти, где вымывают гроши, а тим, кто реально продает продукцию, не вертают в автоматичном режиме. Потому что, ждет отказов, или сплата податков, добивая фактически бизнес, продолжают торговать государственными посадами. И ответственность за это лежит полностью на нынешней владе и на нынешнем президенту. Я вважаю, что Владимир Зеленский просто обязан, хотя бы на час расследования, звольнити Ярмака из посади керівника его офису. Заяви Ярмака про то, что он сам вернулся до правоохоронных органов для расследования, ничого не варто. Потому что все правоохоронные органы сегодня полностью залежны от влады, от Офису президента. И проходят они все призначения, перед этим проходят співбеседи в кабинете керівника Офису президента. Это, знаете, как щуку кинути в речку. Поэтому звольнение из посади, вот я должен быть ответ на этот скандал. И независимое расследование.